Одно из привлекательных таких заявок на то, чтобы мы остановились здесь с нашей семьей. Сейчас уже несколько лет подряд эта тема о свадке, можно сказать о помойке, большой помойке. Уже на кругу не только у нас, жители Волголамского района, но и у москвичей, которых вы знаете, которые сюда приезжают, которые несколько лет назад, года 2, так, где на 2 года был большой пожар, и со стороны Киряева этот дым Смитрова был очень отчетливо виден. Понимаете, мы живем все вместе, все мы связаны, все мы ответственны за то, что мы будем пить, что мы будем есть. На такой земле мы будем растить ту кишу, которую мы будем питаться сами, питать наших детей. Понимаете, у нас ресурсов мало, у нас ресурсов это земля, лес, чистая вода, свежий воздух. Эти ресурсы нужно беречь. Мы же знаем, что в Волголамском районе, так скажем, привлекательных мест не очень много, а основные из них занимает природа. Поэтому мы живем на этой земле, в этой природе. Я считаю, что если мы будем все вместе отстаивать наше право, это право от рождения, право с собой природы, на чистка, прекрасное обитание, и именно вместе, не постоять где-то за спиной, не подождать, что кто-то что-то решит, а именно принимать свою личную инициативу улицами, деревнями, домами, селами, городами, районами. Эта проблема, она решится. Конечно, когда один будет в поле воин, у него могут обратить внимание, да? Но когда нас много, на нас точно обратят внимание, нам надо, что не просто обратят, а удалят ту проблему, которую искусственно нам создали, чтобы мы ее так добросовестно сейчас решали. Желаю всем нам здоровья, любви, и чтобы в нашем районе такие проблемы не возникали, а только мешали. Благодарю вас! Спасибо! Спасибо огромное! Так, у вас молодежь хотела? Иди сюда! Иди сюда! Как приятно, что выходит молодежь! Причем не просто молодежь, а молодежь 18-го! Здравствуйте, как тебя зовут? Меня зовут Ермаков Станислав. Ты живешь в городе Волокова? Да. Я живу на улице Ворбинка. И там, когда я еду в школу, очень сильно пахнет ядро в сплавку. Это газ. А газ от всего? Там уже сваливают все наподряд, и машины, и все. И когда их вот эти пресса льдают, и у них вылетают всякие обходы воздуха. Это очень важные обходы, они обожили, я живу человека. Также я хочу сказать, что... Вот у меня живет папушка в Ядрове. Вот, она там стоит. У них плакат. Городу нужны перемены. Там она один раз сажала картошку. И на грязке увидела каких-то синих внуков. Они были очень большие. Это доказывает то, что в деревне Ядрова происходит уже мутация. А также в лесу, там собираются грибы. Очень много людей собираются грибы. И почва, она же тоже заражается. И мы едим эти грибы. Мы едим эти грибы, которые родила нам земля. А земля заражена. Что мы едим, люди? Что мы едим? Вот еще говорил. Невский. Затроним историю. Невский говорил. Кто к нам в мечу придет, то на в меча и погибнет. Все знают, что сейчас на Россию покушаются американцы. Вот они им скажут. Кто к нам в мечу придет, то на этой игровской свалке погибнет. Мы же русские, мы на Ростойке. Мы встретимся на этой игровской свалке и будем сидеть. А американцы пойдут с этими танцами и отправятся от этой игровской свалки. Давайте теперь все горам скажем насчет три. Далой игровскую свалку. Раз, два, три. Далой игровскую свалку. Спасибо. Браво. Вот это молодежь. Вот это кратканская позиция. Вот это я понимаю. Доставили галактическое воспитание. Дорогие друзья, если уже дети говорят вот так. Далой. Что мы едим? Какие грибы? Какие синие жуки? Скоро эти синие жуки будут ползать по главной площади нашего города. Я вижу тебя под руку. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к нам. Очень приятно, что сегодня очень много неравнодушных людей. Спасибо огромное, бабушка, за воспитание, внук и родителям тоже. Здравствуйте. Вы житель в деревне Гедрово. Работала в милиции, работала в милиции, в Тушкенский район, в Митинске, в Королево. Почему вы тогда объяснили, я хочу сказать, народа для школы, если вы были из Балтолавского района, или тогда в каком начале, что вернулись. Объясаю. Объясаю. Объясняю грабную историю. Когда пошел на пенсию, значит, приехал в Гедрово, занимаясь огородными, прилипсием, прочим. И ничего, сейчас, с 19-го года. До Карабаново, еще было, забыли, знаете, все, значит. Здесь мы шли, вот, коммунальный, от меня, от нашего коллектива, все. По-короче, хочу сказать. Во всю работу Карабаново, вот, постоянную письмо, коллективе, чтобы делали грязь машин, при светое там, что неудетное, он возник там головой. Так, где грязь машин, я в 17-го года, ну, уже химичем и сторонничеем, знаете, вот такое. Душа не выдержала. Когда Карабанов выгорел полностью, стоит, гордеет там, сделает костюмчики, значит, и со своей братьями милиции, пожарные, все стоят. Я говорю, ну, что хотели, то и дождались. А что вы здесь ходите, я говорю, а что ходите, это мы с нашими землями. После, когда мы так обыкновенно встретились, я спрашиваю, значит, в горло, я говорю, у вас все схвачено, если нет, что-то такие же. А мне вот это не интересует. Меня интересует производство. Я готов спросить, производство чего? Мусора? Так вот, представляете, в 98-й, 2000-й год, при Карабаново, все это, кто-то, 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 перестал на себя акцентировать. Когда мы занимаемся, мы все время участвовали в этих коллективных мероприятиях, тогда перестали жить. Жить перестали. Почему? Объясняю. То есть, участвовать на лосось, он знает, диалектика, количество переходит в качество. И все эти не получат. А до этого их лицензии нет в официальном. Они провели. Экологическое обоснование министерской экономии сделало. Вы запомните, я из опыта своей работы вышлю, профорюли, делится и так далее. Значит, хочу сказать, все структуры, не говорите, не связано, там ворошие люди работают, а не на кормлении. Официально, не официально. Чем больше мусора, диалектика, количество переходит в качестве, чем больше мусора, тем больше доход. А доход, вы думаете, там официальный еще, а там есть не официальный доход. Как и везде их, доходы, так далее. Все просвещенные люди, прекрасно знаете. И неофициальный доход, он идет на кормление, не хочу никого обидеть. Я буду здесь немного времени занимать, не хочу ваше время занимать. И в городе скандодор, не хочу обижать этих людей. Они не знают, что как это был горит, вы ним что не можете. А я-то не специалисты, я не могу это делать, это будет их обдор. Прокуратура тоже самое. Они могут исполнить уголовные дела, а потом приостановить. Милиция, бюджет, милиция, поездоводие занимались, как не могу сказать, занимаются местом, сам где работают. Я что хочу сказать. Мы ничего не допьемся, дорогие мои, об структур. Сменится один, придет другой. А механизм, шестеренка, если он не подчиняется механику, шестеренка, зуб ломает, он вылетает. И поэтому работники, как Вова Ядрова, там прекрасные люди, я знаю, очень хорошие. Но они подчиняются своему собственному участнику, который зарабатывает на нашем экологическом вот этом подобрательстве. Нужно обращаться, вот ЛДПР и другие оппозиционные партии, нужно обращаться к ним, чтобы они возглавились и обратились к мэру города. Он тоже от оппозиции нами выбрал. Пусть тоже нам волосы. Значит, нужно обращение в общественный национальный фронт, я так считаю. И только по экологическим независимым институтам, как вы тут отправили, я сказал, вот как-то еще повлияет. В чем я сомневаюсь? Потому что здесь хорошая договорка. Ну и все, какие-то деньги можно заболевать, а если не заболевать, то дорогие и большие. Ну и за то, что там поздно, кого угодно можно купить. Извините, если национальный, то он просто наболеет. Спасибо огромное. Мне очень приятно, что сегодня на нас, Витя, пришел глава городского поселения Волоколамска, Ланзовик Федор Алексеевич. Хотя я знаю, что сегодня он уже в парке возле первой школы, полагал, что в своей ручке возглавлял уборку территории. Здравствуйте, приятно вас видеть. Здравствуйте, уважаемые волоколамцы. Я рад видеть нас всех. И спасибо, что пришли, потому что вопрос действительно очень серьезный, и без вашей помощи никак нам не обойтись. Здесь должна быть ответственная оценка происходящего. Дело в том, что, ну можно сказать, свалка, которая сейчас у нас разрастается, как раковая опухоль, она не дает нам смигаться вперед. У нас многие планы, хорошие планы есть, и в отношении туризма, и в отношении там других инвестиций. Но, видите, меня, кто к нам поедет, какой турист к нам поедет, сжать воздух, который здесь у нас будет, и, естественно, все к лету. И это нужно останавливать, или хотя бы вводить все цивилизованные русла, которые должны быть. А должна быть переработка нормальная. Современная переработка. Нельзя, которая там переработана. Это просто нельзя назвать переработкой. Есть современные заводы, которые работают и перерабатывают на 75% отходов. Есть земля. Можно решать этот вопрос. И мы должны решать. Совместную с районной властью, с городской властью, и, естественно, с администрацией той свалки Недровки. Иначе нам развитие, ну, ясно сказать, не надо. Или будет такое тряблое и дело текущее. И, видите, завид такой, я просто после зубовника. И хотел бы еще сказать, уважаемые волоколамцы, давайте любить свой город. И по возможности я прошу вас даже посещать субботники, которые сейчас проходят. Особенно сейчас будет интенсивно проходить через апрель субботников. И не только чистить, убирать, помогать. Потому что без вашего участия, конечно, администрации трудно сделать оперативно и быстро навести в городе должный порядок. Спасибо за внимание, спасибо, что вы пришли. Такого митинга в Волоколамске давно не было. Могте сказать, не было. Спасибо. Спасибо большое за информационную пропаганду, за то, что вы все пришли сюда. Все услышали, что у нас сегодня будет митинг. Организаторы митинга хотят выразить благодарность Дмитрию Орлову и Сергею Жукову. Ребята, спасибо огромное, что вы воспользовались своими ресурсами. Что вы, да, донесли на наших жителей, что сегодня состоится такое мероприятие. А я приглашаю к нашему микрофону Александра Иванова. Человека, который живет в этом городе. У которого кистос в этом городе. Который любит свой город. Вам слово. Как вам пишется в центре города? Здравствуйте, уважаемые великолепи. Хотел сказать, что я не только слов по поводу презентации своей митинги. Кроме как валютаризма, здесь же областных властей не назовет. Потому что я немного вкуп с этой проблемой и начал изучать после того, как начались первые недовольства со стороны жителей. Петровская срока утреннировала ориентировочно 200 тысяч тонн в год. На сегодняшний день областные власти в лице губернатора Воробьева подписали увеличение в 6 раз. 100 миллионов 200. Это официально, ввести на этот момент. Ну то есть понимаете, что это калаш. Для Воколанска, для жемчужины под Москвой это калаш. Это калаш. Вы знаете, несколько лет назад я с удовольствием узнал, что нас в городе Воколанска был включен в губернаторское кольцо, так называемое, по туризму. И вот хотелось бы задать вопрос областным властям, как можно развивать эко-туризм, и вообще какие-либо рекомендационные вопросы в плане эминистрирования, тогда, ну извините меня, подносим вот такое говно, говорит, да? Вот, что я никак не назову. Хотелось отметить, что в открытом доступе в интернет есть экономическая карта под Москвой, где рассматриваются два самых экономических района. районов, это Воколанский и Олдашинский. Но Олдашинский, он проигрывает нам, в Воколанском, по процессу, собственно говоря, по уровню и существованию содержания птицидов в земле. Поэтому на основании этого Воколанский район на первом месте по экологии. И, насколько вы знаете, при бутно-институт СССР соблюдали салитарные нормы, которые также есть в открытом доступе в интернет. Есть, как называемое, понятие розовый троп. Все, наверное, в этом площади, да? И ранее, почему у нас не развивались какие-либо технологичные производства с какими, видимо, там, отбросами, там, так далее? А вы только осознаете, что у нас целевое значение района это сельское хозяйственное, и у нас называлось сельское коллектор, либо деревообработанное. Промысловая зона у нас достаточно малая, маленькая, которая расположена на станции Воколанск, да? И люди, которые ранее руководили, они прекрасно понимали, что розовый троп, оно все идет на Москву. И поэтому мы считаемся легкими Москвой. Извините, у меня тогда, соответственно, вопрос возникает, о чем думают руководители области и Москвы, строя вот такое, вот такие, или вводя вот такие нормы, да, для себя же. То есть, ну, по сути, те люди, которые сидят, или как можно сказать, да? Ну, вот такую информацию, я хотел бы на вас нести. Спасибо, если собрались. Спасибо. Недавно собирали подписи против Швана Гедрова, в самой деревне Гедрова. Я из своей деревни поехала туда, чтобы поставить обязательно подпись. Там же были жители ближайших СРТ. Они москвичи. Но они с удовольствием подписывали все петиции. Они сами собирали. И вопрос стоял только в одном. Они говорят, мы будем продавать свои дачи. Мы будем продавать свои дома. Мы будем уезжать отсюда. Потому что дышать нам нечем. Ребят, если мы говорим о том, что наш город должен развиваться. К нам летом приезжает, наш район увеличивается вдвое летом. Потому что к нам приезжают сюда дачи. А это значит, что они приводят сюда свои деньги. Они ходят в наши магазины, к нашим предпринимателям и так далее. О чем мы будем говорить, если они уедут? Кто будет ходить в наши магазины? Кто будет делать выехать? Кто будет покупать? И так далее. И очень обидно было, что в этом Гедрове был представитель свалки Гедрова. И когда стояли люди и говорили, нам плохо, здесь воняет, мы не можем сушать. Он говорил, ну что вы, не пахнет, все нормально, у нас все по закону. Люди стоят и говорят, нет, пахнет, нет, не по закону, мы умираем, нам плохо. А он стоит и говорит, нет, все в рамках. Наверное, рамки у всех разные. Рамки совести тоже. Я понимаю, что всем хочется заработать денег, но зарабатывать на своих же людях, на жизни, на здоровье своих же, своих же детей, мне кажется, это просто без принципов. Скажите, пожалуйста, кто еще хочет подойти к нашему микрофону? Да, я вас приглашаю. Здравствуйте. Вы у нас? Здравствуйте. Меня зовут Роман, я, как представитель, которые приехали сюда много лет назад, из того, что район экологический кирпич, построили здесь дачу, мы использовали в Абкаде, теперь живем здесь как на постоянной основе. Ну, ты сказать, наверное, Евгений тут всем будет сказано, да, но человек это... Да, я по образованию людей закончил московский университет экологополитологической, галактической направленности, поэтому, ну, кое-что понимая, ну, я же с вами, ну, Евгений тут будет сказано, а рамки, наверное, глупее херпичное на Земле. То есть мы мучаем в Абкаде там, где мы живем. Ни одно живое существо на планете так не поступает. Посмотрите, ну, Россия огромная страна, да? Вот. Можно сваливать, не сваливать, не сваливать, но все большие города, мекополисы, окружены свалками, то есть мы являемся заложниками своих свалок. А представьте, например, что будет, если, допустим, скрыть эти свалки, какие формы жизни там образовались, что там вообще зародилось, да, этого никто не делает. Этого делать просто нельзя и опасно. Поэтому это смертельно опасно. И я призываю всех, нас и вас, и наших властей, что-то сделать с этим, потому что кто будет этим заниматься в дальнейшем? То есть мы оставляем вот эту помойку нашим детям, внукам и правнукам. То есть мы будем валить и дальше, а наши дети, внуки и правнуки будут это все разгребать. А как они это будут делать? Что мы им оставим? Поэтому будет волоколазм, вот если посмотреть, статистика, да, смертности и рождаемости. То есть в неделю рождается 6-7 человек, умирает 15. То есть я признал, что здесь совсем немного времени эти власти просто статистика, да, вот там математически здесь сделать, то есть по-моему через 30 лет волоколазм не останется вообще никого, ну если мы не берем миграцию, да. Поэтому рождаемость у нас пазы смертности увеличивается. Чем больше мы будем валить мусора, тем больше будет онкологический сибирь и сосудистый рождаемость. Ну, наверное, на это я закончу и не буду вас, так сказать, занимать много времени. Поэтому давайте что-нибудь сделаем в конце концов. Поэтому в наших силах все. Спасибо. Спасибо огромное. Вы знаете, мне кажется, что если каждый из нас и сегодня подписит резолюцию, и просто каждый дома, можно же обратиться в Добродел, можно обратиться к губернатору. Если каждый из нас напишет, вот каждый, кто стоит здесь, а сегодня собралось 300 человек. Если каждый напишет, я думаю, что нас услышат. Я думаю, да, идите сюда, идите, конечно, я дам вам слово. Если каждый напишет, то я думаю, что нас услышат. Понимаете? Но нам надо, чтобы к нам все прислушались. Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель в деревне Рождественной, наставай из москвичей, но действительно, я житель с таким образом, что в Москве жить негде мы разглажились. Я приехала в Алкаланск, я устроилась здесь на работу. Я 20 лет строила свой дом. Я не воровала, я работала, у меня 30 лет в стадии практически. И я каждую полоску, по доске, по гвоздям сюда везла и строила этот дом. Через 20 лет я его построила, я скоро ухожу на пенсии. Мне жительным хочется. Развественно, от ядровок двух километров. Пока я еще работаю. Два часа ночи я каждый раз просыпаюсь от того, что у меня в доме нечем дышать. И после двух, естественно, меня нападает в торжественная бессонница. К восьми я прихожу на работу абсолютно распитая. Скорая эта свалка будет выше Москвы-сити. Она превратится в огромную воду. И тогда не будет дышать нечем ким-балакаламске. Вот маленькие, дома низкие, окна практически не всех, не пластиковые. И вы так же не сможете дышать. Вот господин Лазарев как-то очень ляло выступился про каких-то виртуальных туристов все говорят. А что делать людям, у которых здесь уже дом, и они упадают их имущественные интересы в первую очередь. Что значит я буду продавать? Да почему я должна что-то продавать? Меня все устраивает. Зачем мне навалили эту свалку? О каком мусороперерабатывающем заводе идет речь в зоне реабилитации, где люди приезжают москвичи тратить деньги, жарить шашлыки? Они уже не могут выйти на улицу, потому что там пахнет. О каком шашлыке может быть речь? Какой воничи? Ну вот из ядрова представитель молодых человек. Но он, наверное, мужчина, поэтому он так мало сказал. Ну, воняет. Да как они там вообще живут? И как будут здесь волкованцы? Пострадает весь волкованский край. Эту свалку надо срочно останавливать. Тем более они туда заехали незаконно. Они зимой, я понимаю, что они зарабатывают деньги, конечно, здорово. Им отлично так. У них денег полные карманы, они живут за границей, они этим не дышат. Но дело то, что они так резво начали действительно туда завозить и сваливать все это подряд. Нет там никакого контроля. Ну, ничего там нет, в общем, просто привозят и валят, привозят и сыпят. Выходил к нам Черкунов, по-моему, директор свалки, когда мы ядром с его собирались. Он нам знаете, что сказал? Да вы нам благодарны должны быть, потому что мы целых прилимпортных экскаватора купили. Представляете, разорились там, влечек и вверх. А куда там валить там вот такой пачок, там гора это растет. Теперь они говорят про мусор перерабатывающий завод. Не соглашайтесь ни в коем случае. Это будет та же самая свалка Ядрова, только называться она будет мусор перерабатывающим заводом. Ни в коем случае сложения. Для этого существуют общественные слушания. Если на общественных слушаниях, которые мы прохлопали, я так понимаю, когда по поводу этой свалки пришался вопрос, если на общественных слушаниях люди собираются и высказываются против, они не имеют права никакого завода строить. Ну, я своими словами так могла. Спасибо. Спасибо огромное. Для нас вам и для вас все мнения. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к нам. Приятно, что все выходит и хотят высказываться. Главное, чтобы вы нас услышали. Ребята, конечно, приходится подходить, иначе маленького роста не заметят. Многие, конечно, присутствуют. Конечно, спасибо, что сегодня много народу у нас приходит. Пусть так почаще бы на знаменитую не ходили, может быть, что-то бы сдвинулось в новые точки. А то, сколько подписей собирает, только одни отписки. И вот они нас откидывают. Ну, ладно, мало народу пришло, можно лаколапсу еще додить. И вот это давление сегодня сказалось настолько абсурно, что получается, что люди все-таки осознают, что да, не надо сидеть дома, а надо выходить на митинге. Молодой человек сегодня замечательно выступал. Все-таки это приятно, что наше будущее тоже болит душой за наш родной белоколапси. Ну, вообще, я сегодня не готовилась выступать. А в выступлении меня подвинуло уборничку. Вчера, значит, за администрацией мы собирали старший по дому дом управления. И перед тем, как я выйду из дома, поступил звонок от женщины, у которой подъехали трое детей. Она проживает в моем доме. были они на приеме облицового врача в постсовете. Мы так постаринка называем это на станции. Я купила на станции, а том деле у нас соколь. Конечно, я сожалению, не взяла плакаты по нашей сокольной амбулатории. Все прекрасно помнят, что три года назад по указке господина Гаврилова нашу амбулаторию закрыли. И люди меня просили, именно мамы и взрослые помочь разобраться еще раз с этим вопросом. Сегодня нас грел вопрос такой, что да, экологии в районе дальше некуда. Дети болеют. Болезни причем не только у старшего поколения, но и у детей довольно серьезные. Вот маму и внуку четыре года дочь уже не знала сколько денег потратила и не найдут откуда у него это его болезнька. Наши врачи руками разводят и вот что хочу сказать. Да, они открыли амбулаторию в обходе в Алкаламском. Ленточку разрезали, привезли оборудование, которое на другой же день и вывезли. Люди сюда идут с неохотой. А почему? Объясню. Потому что заболев приходят они туда на прием дают талончик поезжайте в город оформляйте больничный. И здесь недавно в начале января как савод она была и начальником ГРОНО. Она педагог с большим стажем. И она частично парализованная. Каждый день ездила в город на уколы по 40 минут ожидали автобуса. В нашей амбулатории, которые новые открыли, сказали, мы вам, медицинсер не дадим и ходить вам ничего надо в укол делать не будет. И вот родители маленьких детей, они вчера были на приемной 100 метров, на широкую улицу, не только оттуда, не ходят на нашу семью и хотят поднять вопрос такой. Почему должны с детьми идти к врачу общей практике, который не имеет статуса педиатра? Этот педиатр сидит в компьютере вытащить лекарство и назначает. И вот я что хочу, да, действительно, свалка это наша общая беда. И беда при чем большая. Не только с нашими болячками и заболеваниями, но, во-первых, отравляет и землю. У нас действительно экология нарушена и сильно нарушена. Мы раньше могли гордиться своим чистым молоколамском. Сегодня это слово мы употребить не можем. И в заключение я хочу сказать, пока Гаврилов у власти лучшего нам ждать не придется. и первое что мы должны сделать выходить активно на митинги, чтобы этого Гаврилова вора убрать с нашей жизни.